Своей информацией я хотел бы донести некую упорядоченность в терминологии, которую часто используют тренеры в ходе тренировочных занятиях и оперируют такими терминами, как мощность действия, импульс отталкивания. И мне бы сейчас хотелось поговорить о биомеханике отталкивания, которая является составной частью большинства боевых передвижений или перемещений. В большей мере хотелось бы сказать о перемещениях, которые связаны с амплитудным движением, с сокращением дистанции, после которой непосредственно выполняются ударные действия. Юрий Ильич показывал бой Аси, мы делали преследующее движение. Фактически, какую задачу решают такие передвижения с позиции механики? Первое, сократить дистанцию, то есть выполнить перемещение. То есть какое-то расстояние мы должны пройти до соперника. От чего будет зависеть вот это перемещение? Оно по закону механики очень сильно зависит от так называемой максимальной скорости общего центра масс или общего центра тяжести. А по закону механики общая скорость, вот эта максимальная скорость общего центра тяжести определяется тем, что называют импульс отталкивания. Вот часто мы говорим импульс отталкивания. что это такое вот хотелось бы поподробнее об этом я если у нас вот по этой оси будет сила отталкивания а здесь время значит вот допустим как то так ведет себя изменение силы во время фактически в механике импульс определяется площадью вот этой фигуры которая описывает изменение силы во времени условно говоря у нас извините вот есть кнопки можно повесить сюда импульс силы вот теоретически вот эти две фигуры могут быть равны по площади вот я может быть криво нарисовал но в принципе они могут быть равны и по площади если мы посчитаем площадь той и той фигуры но у них да разное время фактически время отталкивания и разное что пиковое значение силы в карате важно достигать вот именно этот импульс хотя на выходе когда каратист отталкивается от опоры и вот в этот момент он обладает максимальной скоростью общего центра масс они будут обладать одинаковыми скоростями вот если эти площади равны но в позиции тактики до с позиции того что соперник у нас реагирует мы должны стремиться именно вот такому импульсу укорачивая время отталкивания а и говоря на языке механики фактически мы должны увеличить то что называют мощностью отталкивать про мощность сейчас буквально скажу что такое мощность буквально пару формул а если вспомнить школьный курс механики мощность это механическая работа за единицу времени но мы можем трансформировать другую форму которая будет более понятно для практиков то есть у нас механическая работа это сила на перемещение также деленное на время а перемещение деленное на время это у нас есть скорость на путь на время скорость получается другая формула мощности сила на скорость но опять же обращаем внимание что одна и та же мощность может быть достигнута разным соотношением силы и скорости но опять же если мы говорим о карате где есть противодействие сопернику мы должны стремиться к достижению мощности за счет скорость и последний такой закон который касается биомеханики мышечного сокращения до этого я говорил о механике а теперь подходим к биомеханики по закону который вывел арчибальт хилл вот если мы берем мышцу просто и смотрим как зависит сила сокращения мышцы вот ее скорость сокращения изменение длины ну в данном случае скоро сторону уменьшения так называемый преодолевающий режим есть работы мышц когда вот у нас мышцы из некого статического положения до переходит в диапазон уменьшения длины и вот связь между силой и скоростью до такого режима будет иметь вид такой вот как бы экспоненты если перевести на прыжок вес места допустим мы начать человеку даем какое-то отягощение говорим до максимально высоко прыгать а это отягощение постепенно будем увеличивать то есть будет таковая что чем больше сила тем меньше скорость то есть чем больше отягощение мы преодолеваем да увы с меньшей скоростью и на меньшую высоту мы будем перед подпрыгивать то же самое в длину мы переводим горизонтальный импульс фактически тоже самое получается что в карате важно находиться где-то вот в этом диапазоне где сила и скорость у нас да ну так 50 50 50 60 на 40 и так далее но в сторону все-таки большей скорости и в этом плане в 90-х годах был открыт другой закон который очень обосновал некие методики тренировок показывающий что если мы предварительно используем так называемый уступающий режим работы мышц то есть когда мы мышцу растягиваем то что делается часто раз да и тут же мы мышца растянулась и тут же переходит на в режим уменьшения длины или преодолевающий режим как он называет то он здесь это считается отрицательная скорость где мышца растягивается получается что предварительно уступающий режим последующим позволяет для этой же мышечные группы при той же силе при той же силе достигать большую скорость а значит большую мощность вот таким образом обосновывается фактически экспериментально это я сам являюсь в общем-то экспериментальным биомехаником спортивным то есть есть данные когда мы смотрели в основном на примере техники передвижения вкф каратэ и низ был как-то давно давно уже то есть такая картина наблюдается то есть фактически сначала часто начинающие делают отталкивание за счет силы на большее время потихоньку сокращается время отталкивания и дальше с увеличением как бы силы отталкивания импульс расчет за счет укорочения времени но за счет увеличение силы значит увеличивается скорость то есть фактически исходя из этого ну идеально спортивная биомеханика если мы говорим о спорте да может проводить вот такие замеры и говорить что происходит у того или иного человека за какой-то период времени сторону чего у него при отталкивании идет вот за счет чего идет увеличение импульса просто импульс можно увеличить за счет относительно такого долгого толчка но который не всегда выгинут если мы не берем позиционное какое-то маневрирование позиционную позицию да вот допустим когда атака идет вторым номером здесь можно импульс создавать за счет чуть дольше во времени но если мы берем перемещение скачками спортивном карате то как раз она сокращает время ну вот фактически у нас мощность мощность и импульс могут достигать разными путями да вот мощность сила скорость и импульс соответственно тоже за счет разных соотношений но мы должны всегда помнить для каратэ что важнее всегда мы идем в сторону сокращения времени насколько это возможно а эта тренировка так называемой внутримышечной координации которая закладывается в определенные сенситивные периоды то есть подростковом возрасте если мы не успеем заложить внутримышечную координацию потом это тоже можно делать но наверное скорее всего сложнее очень важно заставлять мышцы сокращаться в тихоне да вот как можно быстрее по времени ну в принципе наверное пожалуй на все спасибо если будут вопросы я всегда в соцсетях на связи в общем-то буду рад ответить на вопрос лет десять тому назад мы с ним как раз работу сделал поздом звуки когда то есть этот принцип пружины дан хо в карате давно уже известен но эмпирически вот он его перевел в научную плоскость я просто пояснить пожалуйста в связи с этой формулой важность физической подготовки работы с отягощениями то есть человек который сможет быстрее дернуть но такой сухой да и человек обладающей мышечной массой какого качества должна быть отвечу начало вопросов был связан с отягощением да то есть какое отягощение подбирать я ну перефразирую немножко да то есть если мы возьмем режим преодолевающей работы мышцы да то вот в этом диапазоне у нас так называемые если мы берем отягощение приседания допустим максимальный вес когда повторный максимум тот вес который мы на пределе можем встать с ним один раз принимаем его за сто процентов то есть допустим человек это 100 килограмм условно естественно мы должны находиться где-то в этом диапазоне весов чтобы тренировать вот некую мощность как он это вопрос такой то есть про сколько процентов нас практики берут 50 40 там споры потому что те же толкать от максимум до от от повторного максимума для преодолевающего режима вот здесь вот вам здесь просто рекомендую почитать допустим книгу того же владимир михалыч из от суворского то есть если мы идем в сторону скорости то веса должны так вот уменьшаться извините от 30 до 60 вот этот диапазон я можно немножко то не понял спрашивают как можно развить чем бы быстроту перемещения так правильно помогает ли работа значит ли я вам расскажу принцип развития быстроты выполнять действие с максимальной быстротой если вы загрузили дополнительные весы вырос максимальной быстротой не делаете у вас развивается сила но быстрота не растет наш быстрота очень часто зависит прежде всего от импульсов которые доходят в эту мощь и если у вас мышцы туда импульсы не идут вы работа только за определенную пучок мышц то есть человек выпрыгивает извините со штангой это взрывная сила а мы говорим о перемещении о скорости перемещения так понимаю да ну вот значит надо делать максимально быстро поэтому без всяких отягощений и вот когда часто студенты пишут что привязывают к себе этот самый эспандер он силу развивает много нет наоборот надо сюда привязать резинку растянуть ее и туда идти с помощью резинки тогда воспать почувствует тело как это надо делать быстро вот пока в каратэ к сожалению на эту тему экспериментальных работ мало но вы пытаемся двигаться студенты не пишут я думаю что вы спасибо за внимание